Привет, меня зовут Женя Вих, и сегодня я бы хотела поговорить о том, что такое ТФП-съемка. Недавние мои поиски модели показали, что не все понимают, что это такое. Прямо это очень странно, потому что город большой, и опыт съемок у многих есть. И, конечно, не всегда на съемки приходят профессиональные модели, но фотографы выбирают из девочек, мальчиков подходящие им типажи, характеры, энергетику и так далее. И можно найти очень неплохие варианты для съемок. Так же, как и модели, может выбрать из огромного количества фотографов того, кто ей нравится, и реализовать какую-то идею фотографа или предложить свою. Если они договорятся, то, в принципе, почему нет? Но, как я и говорила, оказалось, что не все понимают, что это такое, что за съемка и на что они соглашаются. Естественно, мы все обговариваем в процессе переписки перед съемкой и объясняем еще раз на крайний случай. И случаются иногда очень забавные казусные ситуации. Может быть, расскажу чуть попозже. Но вообще, хотела бы рассказать про то, что такое ТФП. Об этом очень много везде написано, и на самом деле действительно удивляет, что не все люди еще понимают, что это. Так вот, ТФП это съемка, на которой фотограф и модель, не оплачивая услуги друг друга, реализуют идею, принадлежащую либо той, либо другому. И совместно проводят фотосессию для портфолио, для продажи снимков фотографов. Многие это делают. Ну и, соответственно, может быть просто. Например, модели интересно поучаствовать. Если модель непрофессиональная, поучаствовать в съемке и получить какой-то опыт, эмоции и так далее. Но это вовсе не означает, что съемка совершенно бесплатная. Нет. В съемку каждый вкладывается. Фотограф со своей стороны вкладывает свои усилия. Подготовка к съемке всегда. Может быть, вам как модели кажется, что, ну что там готовится, собрал, положил фотоаппарат в сумку. И, в общем-то, на этом все и пришел. Но это не так. Потому что фотограф, чтобы реализовать свою идею, во-первых, он ее должен сгенерировать. Во-вторых, каждая съемка, точнее так, чтобы получить более или менее интересный снимок, нужно все равно в него вложиться. Иногда материально, иногда это время. Иногда подготовка. Иногда ты делаешь что-то собственными руками, чтобы аксессуары какие-то были у тебя на съемке, которые необходимы для реализации идеи. Иногда ты ищешь одежду, иногда ты ищешь визажистов и так далее. Также визажисты могут участвовать в съемке на основе ТФП. И им это тоже может быть интересным для пополнения портфолио. Или, возможно, им интересны модели, фотограф. И интересно, что может из этого получиться. В общем, все вкладываются. И, естественно, каждый хочет получить результат. Модель также тратит свое время. Модель готовится. Чаще всего, когда мы работаем на условиях ТФП, мы бросим модель подготовки к съемке. Соответственно, какие-то условия она должна будет выполнить. Например, мы работаем для стоков и снимаем людей для стоков. Чаще всего это должна быть какая-то нейтральная внешность без ярких аксессуаров, колец, ногтей и так далее. И, возможно, модели придется самой искать визажиста. Но чаще всего мы как-то вот это все делаем вместе. Почему я вообще об этом речь завела? Потому что случилась вот буквально недавно такая история с нами. Мы искали девочку на съемку бадуарную. Ну, практически бадуарную. Это съемка на пляже. Чтобы ее осуществить, мы, естественно, достаточно подробно прописали список требований к модели. Такие как, например, хорошая фигура, наличие и подготовка к съемке. Частично аксессуары и белье есть у нас. Те, которые мы хотели использовать. И, соответственно, мы выложили референсные картинки, на которых было видно, в общем-то, как будет выглядеть это все. Что в итоге примерно получит модель. И какого плана, в общем-то, вся эта съемка. И девушка, которую мы выбрали, уже вели с ней переговоры. Она, естественно, все это видела и читала. Мы на это надеялись очень. Задала нам два очень странных вопроса. Крайне странных. Первый вопрос. А белье будет видно? А второй вопрос. А можно я с братом приду? Это никак не относится к оплате, естественно. Но да. И третье очень важно. А вы что? Выкладываете это на стойке и продаете? И меня увидит большое количество людей. Это так было забавно нам. Потому что, во-первых, девочки милые, если вы идете на съемку к фотографу, которому не важно, куда он эти фотографии будет выкладывать, продавать и так далее, я бы на самом деле очень за вас переживала. Потому что, если фотограф делает это просто, чтобы посмотреть, вот в этой ситуации нужно идти с братом. А в ситуации, когда фотограф профессионален, он работает, знает, для чего он это делает, куда он это будет продавать, куда он будет это выкладывать. Он вам все об этом рассказывает честно и открыто. Это совершенно не страшно. Можно прийти без брата. Брат на таких съемках совершенно не нужен. Я не одна приду, я с казнецом приду. Вот, честное слово, это очень странно. Это правда очень странно. Потому что, неужели вам самим будет комфортно, если ваш брат будет видеть вас в белье, например. Ну, то есть, как бы, вот это вот меня поразило, честно. Я все понимаю. Родственники на съемке не приветствуются никогда. Потому что опыт подсказывает, что ничего хорошего из этого не выходит. Девушки и молодые люди стесняются. Даже подростки, когда к нам приходят с родителями, родители ждут их где-то в холле, студии или в машине, если мы снимаем на природе, например, или в городе. Так как люди очень смущаются своих собственных родственников. Это правда. И результат, конечно, нам этой съемки уже никуда не пойдет. Вот просто мы потратим свое время и усилия. И также вы потратите свое время. Зачем вам это нужно? Ну, то есть, конечно, разговор на этом и закончился, к сожалению. Потому что по типажу модель очень подходила. Но не беда. Город большой. К ТФП-съемке можно относиться по-разному. И, в принципе, многие считают, что фотографы, которые снимают на основе ТФП, лишают заработка профессиональных фотографов других. Так как модели не профессиональные, это девочки, мальчики, семьи, пары, приходят на ТФП-съемки, а могли бы найти себе проффотографа, заплатить за съемку и так далее. Почему это не так? Потому что фотографы, которые снимают на основе ТФП, они это делают ради удовольствия чаще всего, ради пополнения портфолио, ради какого-то фана и кайфа в основном. Но почему это так? Потому что мальчики и девочки, которые ищут, где запилить этот контент, находят фотографов, снимающих на ТФП-съемке, на ТФП-снове, и уже не ищут проффотографа, который действительно этим занимается, который может сделать все как нужно. И, наверное, большинство претензий к фотографам, которые снимают на основе ТФП, в том, что уровень профессионализма у них не очень высокий, чаще всего, когда это не профессиональный фотограф, не профессиональная модель. И, наверное, у людей складывается ощущение, что, в общем-то, каждый так может, и, в принципе, нет ничего сложного, и на телефон можно так поснимать. И это тоже неверно, потому что, конечно, профессиональные фотографы тоже работают на основе ТФП, и случается все-таки, везет некоторым людям попасть к ним на съемку. И тогда они уже начинают видеть разницу в тех снимках, которые они получали до, и в тех снимках, которые они получили уже от профессионала. Ну, и, соответственно, бывает, что профессиональный фотограф, начинающий, ищет начинающую модель, они объединяют усилия и пополняют портфолио. Зачем ТФП нужно профессионалам? Людям, которые уже давно работают, и у них все хорошо с портфолио, им не нужно уже пополнение портфолио. Чаще всего мы работаем, например, для того, чтобы реализовать какие-то идеи свои. Честно говоря, я очень редко работаю с профессиональными моделями, потому что мои заказчики в основном это обычные люди. Я бы хотела, чтобы мои снимки, даже выполненные на основе ТФП, были близки людям, чтобы они видели, что каждый может прийти на съемку, и у каждого может получиться полизировать, потому что профессиональный фотограф всегда в этом поможет. Но что у них может получиться красивая фотография, вне зависимости от того, что у них нет модельного какого-то опыта и образования. Поэтому, например, я беру на ТФП съемки непрофессиональных моделей, чтобы реализовать идею интересную какую-то и получить красивые фотографии для рекламы собственных услуг, промо, какие-то истории. Также модель может использовать в собственном портфолио интересные снимки. Еще одним важным моментом ТФП съемки и договора является письменное подписание релиза. В нашем городе обычно предоставляют релиз фотограф моделям, особенно если модель непрофессиональная. И в этом релизе подписаны все условия, на которых ребята работают, и что в итоге кто получает, и на каких условиях. Профессиональные модели хорошо с этим знакомы, и часто они сами предлагают модельный релиз со своими условиями. В принципе, все обычно адекватно достаточно. Если условия подходят и фотографу и модели, то они работают, и это очень удобно, потому что, если съемка неоплачиваемая, соответственно, оплачивается она разными другими способами. Каждый тратит свое время и усилия на то, чтобы реализовать эту съемку.